Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Первая точка на графике – это первый год, когда вы психологически зрелый человек, осознанно готовы избрать профессию. Субтитры делал DimaTorzok Теперь еще смотрите, количество восходящих линий на графике. Вот у вас идет первая восходящая, потом какие-то пики, пошла, допустим, вторая. Вот количество вот таких восходящих линий – это количество профессий, которые вам в этой жизни нужно освоить. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Это точка вашей эмоциональной зрелости, когда вы психологически задумываетесь в первый раз о создании своей собственной семьи. Если после этой точки график падает вниз, вас психологически нагломили, что-то в детстве произошло такое, что вы сейчас в системе построения личного отношения относитесь к нестарому. Соответственно, если графика идет на веру, значит, вы готовы к личной жизни. Количество восходящих линий по образу и по образу карьеры покажет количество официальных браков, которые вам по программе разрешено иметь. Одна восходящая линия – один брак, две восходящие – два брака и так далее. Теперь смотрите, там тоже указано ваше лето-жизнь. Указано, да? Браки, заключенные на восходящие линии, приносят вам благополучие. Браки, заключенные на падающие линии, приводят к разводу. Браки, заключенные на восходящие линии, с 31 до 47 лет, они благополучны. Все, что на восходящие линии, к сожалению, приводят к разводу. За этими отношениями мы не будем происходить. Ну, соответственно, есть еще пунктирная линия, горизонтальная пунктирная линия. Видите? Это уровень вашего комфорта. Для женщин норма – это три целых. Для мужчин норма – четыре. Если она у вас чуть выше, чуть ниже, значит, чуть выше норма, чуть ниже норма. Все ли это в вашей жизни, которые находятся на грязи, в карьере, вещества выше, на самом аппарате. Они вам нравятся. Все, что ниже, не нравится. Депрессия, усомнение, усталость, ну и многое другое. С этим нужно работать. Вот эти. Соответственно, так вы уже можете немножко прогнозировать свои вещи. Пробойте, видите, значит, что это что? Девятизначные. Только грязи. Пока только грязи. Вот. И что еще? По поводу грязи. Точки пересечения, они просчитаны у вас. Правильно? Точки пересечения. Там стоит кружочек и год выделят. Это опасные годы. Их нужно будет аккуратненько. Опасные годы нужно будет аккуратненько. С них у вас 7-7. Никак. Александр Марко, Erdeеев. Это я не поняла, можете объяснить опасные годы. ДИКТА Дальше идем. Для чего человек пришел в свой род? Определяется по месяцу рождения человека. То есть люди, рожденные в январе, у нас такие знаки есть? Есть. Пришли в свой род для того, чтобы разделить ответственность за себя и за брата или сестра. Есть брат или сестра? Если брат или сестра допускает в жизни ошибки, ваша задача научить этого человека жить правильно. Как угодно. Хотите в прямом контакте, хотите через посредника, хотите придумайте различные другие варианты. Потому что если этот человек будет допускать глобальную ошибку в жизни, вы для него поручите. Кармический поручитель. Почему вроде рождается в январе? Такие еще являются апрески и мазьки. Потому что очень хочется экстерном пройти уроки по жизни. Нам до входа дела, вами был запрещен договор, по которому, если вы справляетесь со своей задачей и несете действительно ответственность за брата или сестру, вы переходите на несколько кодов вперед в будущем воплощении по матрице. Ну, то же самое, как вы в нагрузку себе берете дополнительную работу или несете обком-то ответственность. Если вы не общаетесь, то есть какой-то резкий конфликт, это в принципе тоже хорошо. Потому что главное, чтобы не было лишнего. Люди, рожденные в феврале, у меня подходили с каждой, да? В прошлом воплощении эти люди не научились любить, заботиться о своих близких, сочувствовать, сопереживать. Поэтому в этом воплощении их учителем являются более саши дедушки и бабушки. Воспитываться они должны дедушками, бабушками. Для чего они не дали дать? Только они записались на дедушке. Только дедушки и бабушки способны научить чему-то милосердие. Если дедушки и бабушки не занимаются воспитанием, то этот будущий ребенок, когда войдет в свою семейную жизнь, получит в наказание за это, потому что бабушка, поспитывая, да? Получит в наказание очень большой проблем. Женщина, которую будет этот человек любить, значит очень сильное болезнение. Это может быть жена, это может быть дочь, племянница, кто угодно, может даже мама. То есть самая любимая женщина для этого человека, если не научится сострадать. Почему? А все равно заставит. Помните, я говорю про Ахангелу, отчество? Могу. Он все равно заставит вас научиться сострадать. Люди, рожденные в Марте, есть такие? Есть. Энергетически привязаны к маме. Потому что в прошлом воплощении вы жили очень самостоятельными людьми. В этом воплощении и задача, как на первый этап произведения, все-таки опираться на советы мамы, но как можно быстрее отрезать руководители. Научиться жить самостоятельно. Не обращаться к маме за помощью. Освободить их от этой обязанности. Ну и соответственно, чем быстрее у этих людей появляются дети, тем больше у вас и получи они дадутся в жизни. А мамам таких детей я рекомендую не злобождать своей власти. Потому что это значит, то есть месяц действия до второго цикла манерологии. Это приблизительно до 45-50 лет. То есть до 45-50 лет этот человек привязан ампетически к маме. Что, естественно, ограничивает его возможности. Апрельские дети кармически пришли к папе, чтобы списать своим рождением часть его долгов. Нажитых в этом воплощении. Если у вас родился ребенок в апреле, значит, если вы мужчина или если это ваш супруг, не святой. Значит, есть такие грехи, которые ребенок будет исписывать благодаря своему рождению. Чем больше будет негативных поступков совершать отец этого ребенка, тем сложнее ему будет идти по жизни. Если папа умер, поблагодарить его за то, что он вам дал уроки в жизни. Никаких обид быть не должно. Иначе вы не развязываете кармическую вину с ним. И вы свободны. Если конфликтные отношения, лучше, как я уже говорила, в частности, через посредников, чтобы было, чтобы не было конфликтов. Это тоже то самое поучительство, которое было сказано во время сливая. Майские дети пришли к кармических своим мамам. То есть мамы не святые. Соответственно, ваша основная задача научить маму правильно жить. Неважно, что вам меньше лет в физическом теле, вы сможете поматиться. А, как правило, поматиться вы старше намного. Соответственно, ваша задача не допустить того, чтобы мама допустила даже. В конфликтах, опять-таки, быть не должно. Иначе вы ощущаете то, что учительство за нее. Карм и мамы переходят частично на вас. Люди, рожденные в июне, то есть шестой месяц, в прошлом воплощении не имели семей, либо некорректно относились к семейной жизни. В этом воплощении вам дают непростые семьи, чтобы вы научились понимать роли как папы и мамы, чтобы вы распределяли обязанности между мужчиной и женщиной в семье. Если у вас не будет семьи в этой жизни, а вам, к сожалению, разводиться нельзя, то у вас будет множество препятствий в жизни совершаться. Дальше мы с вами идем на июль. Эти дети обязаны вывести свой род из застоя, переехать в другой город и кого-то из членов своей семьи перевести. Лучше всего переехать сами, там создать семью, родить детей. Достаточно этого. Главное переехать. Это говорит о том, что род уже застоялся на этой земле. Он не дает развития. Поэтому надо переезжать. Обычно эти люди очень динамичны и активны. В августе рождаются дети, которые своим рождением обязаны скрепить брак родителей. Они должны быть примирителями, нравственными учителями своих родителей. Именно на них, на их маленьких ключах, лежит ответственность за благополучие их семьи. Они очень справедливы, они гармоничны в своей сути, они заступники, они защищают свою семью. Но кто их слушает? А если она полюбалась? Если они все-таки, так случилось, что все-таки развод состоялся, высокий риск того, что мы всеми будут постоянные разводы. Потому что они не учились, не прошли этот род в детстве. Дети рождены в сентябре поднимутся в руку. Самые талантливые люди рождаются в сентябре. У них самое сильное астральное тело. Эти дети пришли в эту семью для того, чтобы продолжить традиции, таланты, знания, успехи своего рода. А значит, они ими обладают. Ваша задача — раскрыть этот талант в роду и показать его, ну, как минимум, в своем округе, а не как максимум, конечно, в первом. Сейчас возможностей для этого очень много. Первый ракур. Дальше у нас идет октябрь. Ну, на октябре чуть-чуть поподробнее. Можете хранить? 13.01.1959 год. Удивительный человек. Можете одинаково. Это муж. Удивительный человек. Он хранитель еще и так? Он хранитель, то есть он муж остался в году. Ничего-ничего. Он охраняет. Охраняет. Ну, и, соответственно, октябрьские дети пришли в род для того, чтобы приумножить капиталы рода. Их первая, основная задача — заслужить право получить наследство. Они, как правило, чувствуя, что они должны многое в материале, повинуясь зову веса, ведут себя немножко некорректно. Они начинают требовать от родителей получения наследства рано. А они должны его заслужить. Соответственно, если они этого не заслуживают, то есть родители ничего не оставляют, у них нет возможности продолжить финансовое получение рода, и рано или поздно их накрывает карма, и у них отнимают все деньги и имущества, потому что их задача приумножить. Если все-таки так вышло, что им родители что-то передали по наследству, то их задача приумножить. Продавать это имущество нельзя. А, все, вы уже ответили. Нет, просто по наследству досталось жилье, а это жилье просто отдали людям без денег, без ничего, чужим совершать. А чужим людям не считается. Не считается? Нет, не считается. Ведом сказано, что мы любить должны и помогать должны кому? Тем, кого любим и кто этого стоит. Да, ну вот отец меня отдал просто жилье. Это как пивука. Есть один глобальный показатель, есть ли в этом польза. Вот вы оставите какое-то наследство внуку, тому или иному. Будет польза в том, что вы оставите внуку? Он приумножит то, что вы оставили, или нет? Во всем всегда нужно искать глобальную пользу. Если ее нет, это бесполезная трата времени и вашей энергии. Скажите, а вот в таком случае, если, например, сухой контакт, он получил коммунные средства, потом по расселению получает внуку, потом продает и делает из этого двухкомнатный, еще одну четвертькомнатный и дом. Молодец. Молодец. Ваша задача приумножить капитал рода. Вы можете продать, без доплаты, без усердия, приумножить. Но если вы продали и промотали, и вложили в бизнес, этот бизнес прогорит, а вы за это получите разорение в будущее. Ну и, соответственно, если вы хотите продать квартиру ваших родителей, вам сначала нужно вложить не в день, сделать его. В противном случае вы ее не продадите, только вложение в день. Что касается наследства, мы с вами обязаны иметь детей по нашей женской задаче. Мужчин тоже. Почему так? Потому что в наших детях рождаются души наших пра, пра, бабушек и дедушек. Четвертое поколение от нас. Поэтому очень часто люди, винуясь в сознание, вызывают детей по имени пра, пра, бабушек и пра, пра, дедушек. Четвертое поколение от нас воплощается в наших детях. Если мы род не продолжаем, нашим предкам некуда воплощаться. Если мы скрещиваемся с другими народами, ну, допустим, немного раз, рождаются мулаты. Вот и смотрите, наша кровь и наша генетика имеют, допустим, квадратную кровь. Не допустим, а квадратную. Их, например, имеют треугольную кровь. Соответственно, рождается ребенок, имеющий вот такую форму. Как жизнь может влезть в такую роду? Никак. Соответственно, ваш предок уже в этом ребенке не родится. Родится кто-то из эгрегоров. Поэтому раньше славяне особенно тщательно делили именно продолжение рода. Поэтому это называется по-род, да, идущий по роду. Это очень важный спектр. Ну, вопрос о тревоге, о законе рида. Если вы вот рождаете вот такую форму, то, к сожалению, рождаются дети эгрегорианы. Они вас не понимают. Потому что это не ваши предки. У них нет ваших родовых талантов. У них другая генетика. Соответственно, вы не дали возможность вашему предку воплотиться. За это раньше не только сгонялись с сиреней, а девушку, а у них египетку. Потому что она нарушила главный закон рода. Теперь, что касается наследства. Если вы передали по наследству своему, допустим, внуку, имущество, он достойный наследник, он приумножил капитал вашего рода. Когда вы на четвертое поколение воплотитесь, вы воплотитесь в обеспеченной себе. А если вы ничего не передали, то вы воплотитесь в какой семье? Ну, бедный. Поэтому сейчас детям они рождаются, очень родительным словом. Потому что раньше все были в огромных сиренях. У всех было на то, чтобы община родовые по месту. Там очень далеко до Суздаля. Нам был из дома с клиентом далеко от Суздаля. До вас, наверное, приезжали в руководство. Уже пошли дети. Соответственно, там пахнет Руси. У вас рядом Омск. Можно попробовать сюда посмотри, что там. Вот почему так важно чтить родовые традиции. Это наше астральное тело. Соответственно, люди, рожденные в ноябре, обязаны приумножить статус своего рода. Ваши родители, допустим, были низшего сослоя и проливаться. Вы должны быть в правительстве высшего сослоя. Приумножить статус можно. Это ваша основная задача. Один из-за знака. Это с вами силы. Силы. Вам дается эта сила для того, чтобы вы могли приумножить статус. Но этого знака есть, на мой взгляд, положительность. Вы понимаете на спектр, но большинство людей понимают почему-то как отрицательное. Ваши враги являются вам слишком быстрыми. Вы не ждете проявления вашего врага десятилетиями. Десятилетия, две, и он яркий, классный, прям перед вами. Поэтому многим людям, рожденным 11 числа, кажется, что вся их жизнь – это борьба. Это борьба за место под солнцем, борьба с врагами, конкурентами и многое другое. Из них получаются великолепные бизнесмены, спортсмены, ну и предприниматели, промышленники и так далее. Люди, рожденные в декабре, по матрице обычно имеют очень молодые души. Поэтому их основная задача – научиться слушать своих предков, опираться на их советы, не быть настолько независимыми. 12 знак – знак полишнего. Соответственно, эти люди, они как бы оторваны от земли. Почему? Они еще не до конца прошли память Венеры. Они еще не до конца ощущают себя частью этой памяти. Поэтому они такие независимые люди, а по факту в модернской душе – без головы, без след и меньше. Вот и все. Так, я также смотрю на то, что… А вот здесь ведучая на 31 декабря развивается. 31 декабря – изучение этого проекта. Это люди являются джокерами. Это те самые экстремалы, которые еще раз загадали против всю Землю. Если вот кто-то из вас является матрицей, не матричной нумерологией, а матрицей, нет? В матрице есть нулевой код, он называется шутом. В прогнознике он по обычной классической системе не поддаются. Через матричную нумерологию, вы знаете, это можно сделать. Первый год жизни – это тот червей. Второй год – двойка червей, третий, тройка червей и так далее. Таким образом вы сможете сделать прогнозтику даже для джокера. Так, ну а теперь мы с вами возвращаемся к вашему источку. У вас… А декабрь чего не имеется? Это декабрь рожденная. Еще раз, еще раз. Во время молодости же нужно. Нужно научиться операционному приступу. Не стесняться, просить контакт. Итак, у вас в верхнем углу красной ручкой обозначена ваша точка препятствий. Это мнимая препятствия, которая мешает вам отложить дверь в положительное влияние карты. Я сейчас их всех проговорю, у нас их классные штуки, чтобы вы могли немножечко пройти. Если вы не откроете дверь, вы не получите, вы не получите дверь. Если нужно, то я вам скажу, что вам уже не свойственно, низкий вам вопрос. Это вот это, да? Это на своей карте. У кого единица, ваша задача научиться говорить, делиться своими знаниями с окружающими, используя речи. Если у вас есть стеснение в этом вопросе, вы не сможете выйти на более высокий уровень. Мойка, вы непорядка относитесь к женщинам, стесняетесь к женщинам, обиды на маму, которые необходимо снять. В противном случае все женщины, которые у вас окружают, могут быть данными, врагами для вас. Тройка. В прошлом воплощении вы не очень хотели иметь детей, либо бросили детей, не занимались их воспитанием. В этом воплощении ваша прямая обязанность иметь детей. С того момента, как у вас появляется первый ребенок, и вы им занимаетесь, можно было бы, открываются все ваши желания. Вы получаете доступ к Гарри Поттеру, волшебные палочки, джинну и так далее. Все ваши желания начинают сбываться. Люди, у которых четверка, в прошлом воплощении жили за чужой счет. В этом воплощении их основная задача обязаны работать. Соответственно, всякие там отговорки, я сегодня не могу, сегодня не та погода, я не до конца образован, мне не дали возможности и так далее, не работают. Это все психологический дефект, который мешает вам. А я вам скажу больше. Этот знак дает вам право и возможность иметь крупный бизнес. Если вы задаете этот страх, у вас будет свой собственный крупный бизнес, и вы сможете помогать другим людям, обеспечивать их семью. Пятерка. Обида на отца. Обида на мужчин в целом. Все мужчины, не буду продолжать фразу, вы знаете, это все пятерки. До тех пор, пока вы не снимете этот дефект, вы не сможете выйти на духовный путь. Пятерка в плюсе это жрец. Это духовный наставник. Человек, который знает, как жить. Шестерка. В прошлом вы не очень корректно относились к семье. Изменять могли. В этом воплощении ваша задача выстраивать партнерские отношения. Быть как можно ближе к вашему партнеру обратно. Слышать его. Вынимать его. Чувствовать его энергетику. Ни в коем случае не закрываться от партнерских отношений. Семерка. Вам необходим вдохновитель. Вы сами двигаться по жизни не можете. Ваша колесница вязала. Соответственно, ваша основная задача поверить в себя. Сделать хотя бы первый шаг. И вам матрица покажет, что вы начнете двигаться в несколько раз быстрее, чем ваше окружение. Всего лишь на все надо преодолеть страх того, чтобы ничего не дадут в жизни. Восьмерка. Зацикленное чувство справедливости. Отсюда возможна конфликтность. Почему? Вы же не можете пройти мимо какого-то конфликта. Здесь же несправедливо. Эти люди очень хорошие юристы. Но они очень глубоко переживают за каждый судебный процесс. Соответственно, эта точка справедливости, и она слишком замучена, ее необходимо снимать. Мир в принципе несправедлив. Я уже не говорю о нашем законодательстве. Поэтому, если вы снимете точку, начнете хотя бы хоть в чем-то, хоть как-то нарушать закон, то, допустим, переходить на желтый световый город. Вам, как ни странно, будет жить немножечко легче. Девятка. Подсознательный страх одиночества. В прошлом воплощении такие люди либо жили в одиночестве, отсюда такой страх, либо потеряли близких родственников, и отсюда они так цепляются за свое окружение. Им кажется, что если не этот человек, который рядом, других почему-то нет. Я готов терпеть, я готов мучиться ради этого человека, и при этом вы ограничите себя в развитии. Ваша задача развиваться, а не служить интересом другого человека. Десятка. Непоректное отношение к деньгам. Я не могу быть должен даже копеек. Обязательно надо бежать отдать. Почему? Потому что вы к деньгам относитесь слишком вредно. Деньги – это всего лишь энергия. И они работают. Деньги, если мы приходим в таз в урологии, это колесо фортуны. Колесо фортуны что? Обязано вращаться. Тогда оно приносит удачу. А если вы боитесь потерять копейку, либо боитесь быть должным копейкой, вы слишком зацеплены материальным эгрегором. Одиннадцатый знак. Вы боитесь любой полный давления. Боитесь конкуренции. Отсюда первая, лучшая защита – это что? Нападение. А на самом деле эти люди очень пугливые и застенчивые. Откажутся очень агрессивно. Теперь начальники не перестрают. Деньги. 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 Токсический стыд. Есть такое психологическое название. Этому человеку за всё и вся стыдно. Такие люди обычно на семинарах не задают вопросов. Они себя в стороночке и переглядываются. А вдруг я спрошу, у меня будет скрип, а вдруг я кого-нибудь перебью. И так далее. Здесь стыд – это хорошее дело, но не в какой форме. От этого надо избавляться. Эти люди им очень сложно сказать «нет». Им очень сложно сказать «да» в некоторых ситуациях. Они не умеют упругать свои психологии. Тринадцатый знак, вторая психология – это знак психолога. Тринадцатый знак – подсознательный знак страх смерти. Эти люди в прошлом влащении ушли неестественно. Отсюда, ну, по сознанию, такие страхи. Необходимо это тоже снимать. Но, в конце концов, от простуды ещё пока никто не умирал. Но зато из этих людей получается очень хорошая хирургия. Почему? Потому что они боятся потерять пациента. Но это тоже надо снимать. Четырнадцатый – это жадность, которую нужно снимать. Мы обычно шутим, когда на семинары четырнадцатый не приходят. Жадность – жалко деньги. Но на самом деле жадность бывает разной. Бывает жадность знаний, жадность эмоций, жадность денег, жадность в ходе получения книг. Я хочу именно эту книгу, всё, разобьюсь мне, всё. Любая форма жадности, она, к сожалению, мешает в твоей жизни. Она не даёт ему свободы, не даёт ему гармонии в твоей жизни. У нас одна студентка была, мы проговорили эту точку на семинаре, она говорит, я же со своей точкой справилась. И тут мы спускаемся вниз на первый этаж в кафе. И заказываем все свежевыжатые апельсиновые соки. Вы не поверите, именно ей принесли стакан, чуть-чуть не далили сока. Никак, а именно ей. Она не поняла сразу и начала эмоционировать. Почему мне не далили, а вот всем да, а мне нет. И видите, казалось, ну подумаешь, чуть-чуть не далили сока. Сработало жадность, даже в трейд-аспектах. Поэтому с этим знанием, конечно, надо работать. Пятнадцатая, пятнадцатая знание. Знак дьявола. Это зависть. Многие говорят, я не хочу, чтобы мне завидовали. Пусть завидуют. Радуйтесь этому. Почему так? Когда вам завидуют. Я сейчас рассказываю не для тех, кто завидует, а для тех, кто завидует. Больше всех, потому что там не так, как это было. Зависть означает зависимость. Вот смотрите, вот вы. Счастливый человек. Вас коротко бывает, да? А этот человек угнетенный. Он вам что? Завидует. Вы начинаете через этого человека передавать ему свою негативную карму. Негативную карму. Вы делаете какие-то плохие поступки в жизни, а так как он от вас теперь зависит кармически, вы ему передаете свою негативную карму, которую он начинает отрабатывать. Отсюда это называется только заступи на путь зависти и накручивается все больше, больше, больше. Потому что вы ему все отдали, ему становится еще хуже, а вам-то становится легче. Вам легче. Вам легче жить. Он вас вписывает карму. Поэтому завидуйте мне побольше. Дальше идет шестнадцатый знак. Это люди, я называю их задней передачей, они живут в прошлом. Им очень тяжело расстаться со своим прошлым, они обычно у них балконы, всегда очень в музее, а не в балконы, да? Какие-то гаражи, это тоже все в музее. Если носят какую-то одежду, это десятилетиями, двадцатилетиями, почему? А что, неплохого, она такая же, как и была. Если они расстаются с кем-то, они очень добрые и болезненно переживают. Они все время смотрят в прошлое. А надо открывать двери в будущее. Шестнадцатый знак, это не знак разрушения, негатива. Смотрите его в крюсе, это знак строителя новых дорог. Только эти люди способны выстроить такое будущее, в котором мы все будем с вами жить и радоваться. А они все время смотрят назад. Это их препятствие. Семнадцатый знак. Есть такие. Люди не уверены в своем творческом начале. Им кажется, что их не замечают. Им кажется, что они обыденно, ничем не примечательны. Что такие же, как и все. А на самом деле эти люди самые талантливые из всех. А если еще и сентябрьский, то вообще-то так прекрасно. Сентябрьский. О, наверное. Ноябрьский необходимо приезжать и ставить. Особенно ответственно. Соответственно, если люди необходимо верить в себя и как раз говорить. Они говорят о том, что я ни о чем, я ничего не знаю, я ни о чем не призывался. Это просто сознательный мир из самого человека. Дальше идет в семнадцатый знак. Эти люди чувствуют, очень тонко чувствуют, ложь или сумерие, обман, предательство других людей. Их обмануть очень сложно. А так уж устроено, мы с вами опаздываем на работу или вообще не едем на работу, а говорим, что? Мы знаем, что. Ну или многое другое. Маленькая шалость. А этих людей раздражает даже маленькое, к сожалению. Поэтому они не то, чтобы они злопают, они просто память. Они все запоминают детали. Им очень важно честность, кристальность, порядочность и так далее. В этом нет ничего плохого. Но эти люди очень образные. Когда они что-то говорят, это просто обретает невероятные краски. Этим нужно, конечно, пользоваться. И они очень хорошие хозяина. Девятнадцатый знак самый сложный знак для проработки. Если вы не обладаете навыками с полной, вам лучше вашего клиента отправить к психологу. Почему? Самый сложный знак. В чем он заключается? В осознательном негативе в себе. Все виды фобий, которые только возможны. Человек стер пластиком. Он себя не чувствует. Девятнадцатый знак знак личности. Отсюда эти люди обычно очень блекло одеваются, мало говорят, не могут себя проявить в обществе, боятся, стесняются всего подряд и так далее. Этих людей нужно обязательно встряхивать, показывать им, что они интересны, они могут многого добиться, если начнут общаться со своим обжением. Ну и, соответственно, девятнадцатый знак, если он открыт, он в карте положительный, дает очень высокие должности и статусы. Вот если у вас этот знак, а вы все еще не при высокой должности, значит он пока еще работает. Не влезет в себе и в самую самую знак. Двадцатый. Эти люди чувствуют, что их род в чем-то необычный, что в их роду были знаменитые люди. Это действует на подсознание. Соответственно, для того, чтобы открыть этот знак в положительном аспекте, вам желательно докопаться, кто из ваших родственников, что было правильно в этой жизни сделать. Быть может, открыл какое-то научное направление, написал какую-то интересную книгу. В противном случае будет ощущение, что это не ваша семья, или что ваша семья должна была пойти в другом направлении, что родители, может быть, не совсем вам энергетически близкие и так далее. Вот этого нужно знака избавляться, вам нужно жить на душе. Двадцатый. Первый знак. Этим людям необходимо жить за границу. Как только они переезжают за границу, не проработают на аностранных компаниях, или уж хотя бы, говоря на аностранном языке, открывается будет хороший выявитель. В противном случае на родине у них меньше благ жизни. А они считают, что они не смогут прижиться за границу. А это неправда. Они считают, что у них языковой барьер, а этого нет. У них плохая память на языке. Им так кажется. Они вообще-то полиглоты. Они могут изучить нескольких языков. Главное снять эти подсознательные стандарты. И двадцатый знак последний в нашей системе. Эти люди обычно в детстве у них какие-то детские психологические травмы. Может быть, строгие родители. Может быть, какая-то ситуация проявлялась в детстве не очень корректно. И они закрылись. Эти люди невероятно дружелюбны. Но внешне хотят казаться старше своих детей, добрее, ответственнее, важнее, профессиональнее, чем зло, как и кем они являются на самом деле. Эти люди, душа компании, они боятся показать себя насколько наивными, удобными, открытыми, отзывчивыми, чем они являются. Потому что в детстве, как правило, приходит психологическое травма. Есть ли у вас вопросы по вашей системе? А дальше вот есть еще обведенное. Если обведенное, это Пифагор. Если у вас, у нас в Пифагоре в нижнем строке, там идут четыре знака, мы уже сами разбирали. Вот у меня здесь одиннадцать рук, два есть и десятка обведенного. Вот если у вас в четвертом числе, в первом городе, кто практикует десятка или шестерка, обязательно смотрите день рождения человека. Если он родился с первого по девятого включительно, а что случилось? А вот эти цифры, в четвертом, это все на семинаре. Если с первого по девятого, то человек, скорее всего, этот знак не сработает. Скорее всего. Что, Диана? Если он родился с десятого, на восемьдесят лет, по тридцать первого, то чем дальше в тридцатых числах, тем выше вероятность, что знак сработает. Что такое десятка? Десятка – это знак онкологических заболеваний. Шестерка – это знак закрытия рода, запрет в виде детей. Таким людям нужно заслужить право. Хорошо. А вот одиннадцать и два вы еще говорили. Одиннадцать и два. С первого, где вы? Садитесь, пожалуйста. Ну, вы говорите, что происходит с целью? Последний. Я на программу отношусь к себе. Кто из вас практикует на морологии? Есть такие? Нет. Вы практикуете? Да. Карта рождения, карта инклюзия, карта послезнания. Сейчас пока не подойдет. Просто я хотела показать очень красивую вещь. Ладно, тогда на семинаре я покажу. Просто как мне это все измельчится. Так, ну, может быть, у профессионалов есть вопросы, как-то, 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 как-то. Есть люди, у которых есть знаки колдунов. Мы их изучаем на первой числе и так далее. Эти люди, у которых нет знака колдунов, можно мучиться над звечками, над мышками, сколько угодно. Они это делать не смогут. Это какой знак? Куда они будут? Ну, например, люди равнены 15-го числа. Это знак колдуна. Люди, у которых социальная задача 15-я, это знак колдуна. Люди, у которых совет для проработки кармы, это второго курса, 15-го, знак колдуна. И так далее. У кого в таланте стоит 15-й знак, это тоже знак колдуна. У кого в положительной карме стоит 15-й, знак колдуна. Хоть где-нибудь должен быть 15-й арта, тогда это знак колдуна. Они у меня два внуков 15-го объявились. Поздравляем. И что это? Старва, колдуна. Есть родители, родители 15-го числа, у них очень непростые сутки. Я знаю, Владимир, это называется «Дьявольская привлекательность», у них 15-го, 15-го. Они очень медленно управляют в себе, но всё, что они говорят, не забывается. Если у нас в ближайшее время планы у кого-то выйти замуж, пожениться. Есть? Есть такие? Есть такие? Есть такие? Есть такие? Это дата равнения. Мужчины. Не знаете? Кто-то хочет пожениться в ближайшее время. Кто-то же замуж. Кто-то хочет замуж. Давайте, мужчины замуж. У нас буквально сегодня. Мужчины. Ну, можно уже услышать. Так, дальше. Это вообще-то вас переведёт в ourötant. Вы будете же заниматься. Так, дальше. Вам нужно прочитать с одним очень хорошим знаком в будущем. Надо быть менее активно, чтобы в отношениях. Главное замечу. У вас уже будут в него дети. Один ребёнок пока не будет точно. Дальше смотрим. А меня возьмут? Можно посмотреть? Возьмут! Возьмут! Мы сейчас через карму пошли. 22, 11, 80. 80. Люди, рождённые 22 числа в прошлом влощении, негативно, агрессивно относились к детям. Поэтому в этом влощении в детстве можно проиграть эту роль. И через детей вашего окружения. В прошлом влощении вы психологически давили на детей. Поэтому пока вы не готовы давать детям свободу, вам детей не дадут. У вас не золотые, у вас только сметили. Единственное, что он очень аккуратный. Очень. Очень. Если вы хотите узнать когда, подойдите после взяла лекции. Да? Вы Пушкина цитировали? Он что, влаще как и был? Пушкин был. Пушкин был в плече. Пушкин был в плече. В плече? Любой рта. Потому что любой рта. И он называл Дантеса, да? Своего рта? Чеснокровных сил. Ну, еще с ним. Правильно. Правильно. А Пушкин кем был? Пушкин был в алтаре. Никаких негроидных. А Сталин? У Сталина очень сильный Грегор. 15-й Грегор. 15-й Грегор. Калдун. Очень сильный Грегор. Он не только потрясался, он был, он обучался. Вот смотрите. Они все ищутся. Там же тревожный пятимерный кристалл. Вот смотрите, вот иерархия власти на планете Земля. Это иерархия. Здесь большая масса от нас. Чем больше людей, которые далеки от иерархии власти, тем меньше знания, которым они обладают. Знаний. Ну, мы с вами уже вот здесь как-то видим, потому что у нас хоть что-то начинает нам открывать. Ну и соответственно мы с вами знаем уже эпоху Водолея. Эпоха Водолея. Вы тебя прочитывали? О, а как? Это не Мазель. Конечно считаем. Вот. Эпоха Водолея. У нас, вы знаете, сейчас идет у наших славянских праздников. На что идет? Рассвет. Что просто пает на рассвете? Садина. Вода. Вода. Красава Водолея. Красава. Поэтому сейчас эпоху Водолея. Мы повышаем нашу энергетику. Мы сейчас... Знакомься, я показывала охранный план. Третий, четвертый, пятый охранный план открыт для регулянтов. Мы сейчас уже вибрируем ближе. Третий уже сейчас скоро будет закрыт. Мы сейчас вибрируем четвертый, пятый. Скоро откроется шестой уровень. Но, если мы не будем духовно развиваться, мы в шестом уровне никогда не придем. Мы будем сваливаться ниже и будем открывать другие, более низкочастотные уровни с Венеры. То есть мы можем упасть до второго уровня, когда нам с Венером не отпадать в первом уровне. Нет. Понимаете, да? Поэтому наша задача духовно развиваться, чтобы не открыть ворота Венеры. Понятно, да? Вот. А то нам-то девушкам хорошо, а вам опасно. Да. Вот это прекрасная ситуация, да? Сегодня в 2001 году ушелся в общежитие, и с такими не займутся. Давайте посмотрим с датом рождения. Третьего марта. Дальше. 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 Очень тяжело. Потом было предупреждение, что это 130. Очень сильно поднимемся. Давайте леснем после восстановления. Просто учитесь темно. У нас от детства до времени семинара мы обучаемся гораздо больше, но это сейчас в облике и вставка доступна. Мы изучаем подробно даты хронического человека. Ну а для чего пришёл у нас 2-3, знаете? Мы рассматриваем кармические даты рождения, мы рассматриваем программы на воплощение человека. Учимся считать ошибок прошлого воплощения, это первый слой кармы. Учимся считать точки и препятствий, которые я сегодня звала, мы их можем посчитать. Мы учимся считать грязь на здоровье, предоставить кармические болезни, болезни программные в том числе. Мы учимся считать ваш иммунитет в том числе, ну и многое другое, проект, энергетики, огромная хорошая информация. Первый курс самый объёмный по информации. Второй курс посвящен карме. Там мы разбираем 2 типа кармы положительного отрицательного. 2 слова положительной кармы, 5 слова отрицательной кармы. Мы делаем прогностику каждого дня через карму. Соответственно, там уже видны очень опасные, фатальные точки в жизни человека, которые можно избежать. Учимся считать родовые грегоры, кармические программы рода, совместимость по карме и многое другое. Ну и, конечно же, графики. График финансового потока, график финансового потока ещё подразделяется. Финансовый поток в бизнесе, финансовый поток в карьере. График бизнеса частного, график бизнеса крупного, график бизнеса совместный с кем-то. Видите, как там графики карьеры, графики личных жизней, графики саморелизации. Да, огромное количество информации. То есть мы преподаем нумерологию как профессию. Поэтому это нужно поднестись с особой ответственностью. Нумерология проще для изучения, чем астрология, но имеет не меньший объём информации. А более того, кто из вас умеет считать в нем, вы просто пословёте парапсихологом, пословетищем и так далее. Почему? Вы приходите к угадке, девушка, как ты, ничего дорогого, мне с ним для рождения, купите что-то. Не важно, сколько ей лет, у вас огромная кишинформация. День, 10, 12. Первое. Вот матрица, вылажношение, программа на воплощение, когда выйдет замуж, когда будет карьера и так далее, для чего она пришла в лоб? Какая у нее программа на детство? Какая у нее карма на первые этапы жизни? Точка ее препятствий, ее возможности, совместимость по дням. Здесь же у нас указана ее психологическую тему, мы можем сказать, как она ведет себя в семье, как мы ведет себя на работе и огромное количество информации. Поэтому я обычно хожу в магазины вот так, чтобы ни одного не услышать. потому что огромное количество информации. Я уже могу положить пол человека в прошлом площади. Мы можем сказать, в каком знаке находится вид. Не знаю, и многое другое. А если время рождения, не знаешь больше? Мы так разделяем. Определять совершенно спокойно. Чем я карму? А время все эти. Время начатия, сейчас умерло бы не было. Это, наверное, только структуру. День рождения мы рассматриваем по огромным большим параметрам. Перепроверяясь по школе Тарма на работе, по алдейской школе, по китайской школе, мы перепроверяем все даты. Раз мы сформим несколько знаков, и благорежим, но в минуту, если мы по дочке препятствия, то, что я ее называла, уже можно отличать. Как вы заберете в обществе, и какая у него точка препятствий, чего он боится. Это выделяет ему дату рождения. Как его бьет харма, тоже подсказывает, как он уделен. Так все с этим взаимосвязано. А что делать, допустим, если вы говорили 20-й год рождения, что ты считаешь, что это так? А если не был бабушек там, где-то шли, как вот эту любовь свою можно будет проявлять? Как до этого нужно приехать на землю, пахать огород, посадить растения, увидеть, как оно растет, у нас, я надеюсь, никого не обижу, врачи это враги. Потому что единственное, что у нас лечат, это храус. И у нас всего 4 типа болезней. 4. Не тысячи, не миллионы. 4 вируса, которые нам практически не опасны. Бактерии, посложнения. Паразиты. Неплохие, товарищи, да? И самое сложное, это грибки. Экологические заболевания, это грибковые заболевания. Если вы владеете травами, вы способны искать все. Абсолютно. Почему? Потому что яйцо зарождает жизнь только внутренне. Любое внешнее воздействие ломается к руку, и организм не жизнеспособен. Вот вы приезжаете на дачу, у вас под ногами растут сорняки. Вы думаете, это сорняки? Это не сорняки. Это лекарства, которые нужны вам, данные, в вашей жизни. Если вы знаете эти лекарства, знаете, как их обрабатывать, собирать, как их употреблять в качестве лекарственных фраг, вы можете себя и слить. По лекарствам и по сорнякам, растущим на вашем огороде, можно ставить вам диагноз. На двадцать. А если дата рождения получается нечастье, то есть паспорт, и то, что включают? Нужно бралян, что я не бралян, что паспорт, это двадцать. Что касается медицины, само слово медицина очень хорошее. Стоит из двух слов. Метицин. Метицин. Метицин, очевидно верно. Это два химических элемента, которые борются с этими четырьмя паразитами для нашей жизни. Их баланс это наше здоровье. Вот и все. Вы еще говорили, что в феврале утрадится 100 человек. Если вот не за кем... Мне в ком было забыть про эти бабушки или шесть, Двойка это верховная жрица. Двойка это верховная жрица. Вы можете либо заботиться о старшем поколении, либо о младшем поколении. Плюс двойка у нас еще отвечает за экологию. А если этого не было, допустим, сейчас вы будете боиться. Да, будут болеть, чтобы этого не произошло, что нужно. Нужно заботиться о женщинах вашего рода. Дочка, сестра, тетя, бабушка, мама, женщина ваша рода. Что ж, да? Можно, но сейчас надо. Все, не забегите, жеролик. Потому что, если он отрезан, то так сильно попадает в кровь, ну, сразу. И, как я, я очень долго забирал в одном месте. И, зарабировал. Да. Можно найти вопрос. Можете посмотреть одну дату у дедушки. У нее было такое... Она чуть не умерла. сказали, что у нее проклятый родом. И вот, когда замужем, детей нет 15 сентября 1985-1985 года. Шестерска. Кадонна. А в прошлом воплощении очень-очень многое изменяло. Очень. Это был смысл ее жизни. Поэтому в этом воплощении ей как минимум будут изменять, как максимум будут предавать в личной жизни, избегать в личной жизни. Давайте еще раз. 15 сентября 1985-1985 год. Она еще и жадная была. Порушала законы. Список большой. Для девушки наоборот? Нет, нет. попробуйте заполучить. Так. 1985-1985 год. Сейчас у нас еще. Раз или десять? Это не тридцать лет. Правильно? Будет действовать до 34 лет. До 34 лет семье будет большие проблемы. В 35 лет... В общем, смотрите. В 34 года можно быть замуж, но в 35 лет главное не развестись. Почему? Почему? Потому что у нее будет действовать 9-летний цикл на разорение. Она может потерять большие деньги. Поэтому с 35 лет до 44 лет никаких кредитов под страхом смерти. Раз. Не разводиться так, чтобы потерять имущество. Быть очень аккуратно на работе. У нее идет разорение. А у нее же детей. Ну вот. Дети до 34 лет заблокированы. Семья заблокирована. Все заблокировано. До 34. 35 лет дают, но там идет уже другой знак. Знак разорение. 19-я. Она сейчас в ипотеке кредит платит. Вот. Понимаете, чем дело? В ипункт назначения. Пункт назначения. Для того, чтобы у вас что-то хорош было, должна была открыться форточка, задуть ветер, упасть в стаканчик, водичка течет, попадает на электропроводку, коротит. Понимаете? Ваша задача сделать так, чтобы у нее кредита не было. Огромное количество блоков, просто невероятные. в прошлом облащении этот человек был колдун. И он разрушал жизнь других людей, используя кодовскую магию. Это была его основная профессия, поэтому у него в этом облащении по 4-й блокируется формный двигательный аппарат в краске. Большие проблемы с карьерой и в ростом профессии его будет очень сложно проводить. Практически не надо. В первом цикле у него еще идет очень серьезная проблема в уме. Большая проблема с официей и отравлением. В первом цикле. 97 мая шоу. До 29 лет в учительстве. До 29 лет в учительстве. 10 ноября этого будет тоже не спешно. 10 ноября. Здесь он больше. Брат-сестра есть? Есть. Он обязан все, что только можно и нельзя. Если он будет обижаться на брата или будет отказываться помогать брату, у него сломается вся его жизнь. 5 февраля 97 год. 5 февраля 97 год. Опасность сесть в тюрьму. Он склонен к финансовым преступлением. 5 февраля 97 год. 5 февраля И 5 февраля 97 год. У меня есть дети? Нет. Он еще молодой парень. Внугу меня. Внугу слишком мы его жалейте. Он обязан иметь детей, иначе у него будут большие проблемы в жизни. У него под конец жизни нет разрушения жизни. Почему? Сейчас расскажу к какому году мы обязаны иметь детей. Хорошо. Если не будет детей, запускается проблема с улучшением. Тем более 36 программ. Да. До 30 лет обязаны иметь детей. А восьмой сельсбрет до 2003 года. Восьмой сентября до 2003 года. 6 сентября и здесь это девочка? Это мальчик. Здесь в европе ходит рождение во втором цифре. Восьмой сентября до 2003 года. 4, получается 4, получается 4, получается 33 до 41 года я в европе ходит рождение. Диабет в 12 лет. Диабет это лечится. 10 лет в 12 лет. Я могу спросить в аквын, а в инстаграме не есть в металл и в обычной в киеваре. Вообще. Все изучают в муфе. Разве годы годы годы. Прошу, наверное. Прошу, наверное. Я сейчас включаю с вами 30 лет. 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 Я хочу вас поблагодарить за что вы вести лет. Я сейчас включаю с вами 30 лет. Спасибо.